Ну, наверное, весь корень проблемы, да, идет еще с самого, скажем так, воспитания и возрождения в принципе людей, которые идут в журналистику. Как такового и обучения журналистики, да, у нас нету, у нас нету таких школ, в принципе. И все-таки придем к тому, что те деньги, которые платятся там в Америке, в Европе, журналистам непосредственно и людям, которые обучают журналистике, да, потому что там, в Европе, в Америке, идут в вузы действительно очень большие люди. Именно те, которые написали какие-то скандальные статьи. Не забывайте о том, что они пишут эти скандальные статьи, они приносят в определенный журнал, какой-либо там, не был там, Таймс или еще что-то, и его покупают с руками и с ногами, и за это платят огромные деньги. У нас такого нету. У нас людям, которые обучают в принципе журналистике, которые очень на таком шатком уровне обучения, да, потому что я училась на продюсерском факультете, да, у меня был факультет рядом, да, журналистики, и то, что, конечно, мне там рассказывают, это беда бедушная. И, естественно, да, у нас есть такие вот, скажем так, самородки, которые мы в журналистику, мы хотим, у нас получится. Но когда они ударяются об одну дверь, ударяются о вторую дверь, в третью, в итоге беднота и нищета, потому что журналисты они получают три копейки, да и только, вот, конечно же, тут ничего не поделаешь. И, наверное, чтобы мы пришли к тому уровню, как бы прискорбно это не звучало, что мы тянемся, да, к Европе, к Америке, вот, и когда-нибудь мы дотянемся, вот, но тем не менее, пока что у нас такого уровня нет. И если бы, кстати, в этом вопросе, если бы сейчас была такая возможность, что люди поехали в ту же Украину, там бы нашли какую-то скандальную новость, это расследовали, это там, нашли доказательства и так далее, приехали сюда, отдали в какой-то топовый журнал, и они это напечатали, за это еще они получили бы деньги, да, это было бы интересно, но мы же все прекрасно понимаем. Он поедет в эту Украину, найдет там какие-то доказательства, приедет сюда, скажет, ребята, вау, представляете, у меня вот такая новость. И он скажет, извини, это нельзя пускать. Поэтому цензура, цензура у нас очень жестока, и именно свыше это очень сильно контролируется, поэтому, к сожалению, журналистика у нас находится на таком уровне. Продолжение следует...